Здравствуйте друзья, 1 апреля и сразу автоматом вторая фраза день дурака 1 апреля день дурака Вот на улице минус 10, Шушинский район, Краснодарский край, деревня Красный Хутор Значит вот этот кусочек сада, его можно, вот там второй кусочек, вот там, там дальше, столько же То есть то, что вы видите, это половина, а вот это вот вторая половина Итак, именно отсюда начинается моя молодежь, первые посадки в 2015, вторые в 2016-2017 Вот, к этому времени я уже дураком не был, в 2015 году Мало того, уже 15 лет, как я делал, пытался переломить ситуацию во всей стране Десятки публикаций в центральных газетах, журналах и сотни публикаций в региональных И результат ничего И вот наступил 15-й год, и мне пришлось делать, сдавать экзамен сам себе А имели я моральное право учить других Я инженер-металлург, ну подумаешь, кавалер Родина Славы, подумаешь, лучший изобретатель-рацинатор города Норильска Вот, зачем запустить такие звания не дают-то, это было не блатные звания И свежий взгляд, и оказалось, что все, что делается в России, особенно в последние годы, делается с коммерческой целью Только один пример, я вчера показывал, снял фильм, вот-вот выйдет у меня в Ютубе на моем канале Вот, а если полностью анализировать, получилось так, купите живицу И фотография публика живицы, и что летом надо делать обрезку Следующий проходит несколько месяцев, наступает осень, и, соответственно, в сентябре появляется купите живицу Потому что надо резать осенью, потом купите живицу поздней осенью, потом купите живицу И сделано в марте месяце, и сказано, что в это время надо делать обрезку Итак, слово зимняя, вот это вот, когда сделали дураков, это одна из причин, страшнейшая обрезка Вот, если от нее отказаться, тогда нельзя будет, я запрещаю своим ученикам отрезать низискалетные ветки Видите? Вот, отрезает их... Нет, не дураки Представьте себе, человек, который летчик, первого класса, суперспециалист, хирург высшего категории Тоже чудеса делает, ювелирная работа Вот, пекарь, аптекарь, все специалисты В саду из них сделали дураков из миллионов Вот, а чтобы этого не случилось, еще один фильм Итак, отказываясь от обрезки Видите, низискалетные ветки не тронуты Вот, остается обрезка, вот такая вот, это вынужденная обрезка Вот, прекрасное дерево под названием папировка Самое раннее, в июле мы едим плоды Вот, дерево извечено мною, потому что нужны черенки Вот такие дела Это суперабрикос, самый морсокий в мире, Секаталинский гор Минус 50 выдерживает урожая, вы видели на моих фильмах Снимал летом, снимал осенью Вот, посадки 15-го года косточками И уже можно иметь соки, компот и варенник, даже можно кушать Можно Ну, конечно, это не самая роскошь Самая роскошь, это вот Это вот Абрикос фаина Я с него, вон, видите Я уже не выдержал, замазать не могу, достать Но я был вынужден, деньги нужны Взять и Это было вчера Вот, взять и срезать вот эти верхушки Прекрасные бетровые приросты Это был уже крайний случай Мне деваться было некуда Вот, одну И Нарезал дар небес Вот он Правда, до самых верхушных Секатор уже не тот Почти сломан Я не смог добраться вон до тех самых верхних веточек Ну, значит, этому дереву повезло Вот Вот это посадки самые ранние Это 15-й год Вот я посадил однолетними саженцами Здесь уже Ну, пересадка, она не способствует росту Если бы На месте вырастил Они были бы полтора, два раза больше Но ничего, и это хорошо Вот это мой экзамен Экзамен я сдал Вот Почему? Потому что Я перестал быть дураком А начинал, как все Я убил первые три яблони Уже плодоносящие Две папировки Нет, одну папировку И два пипина шафрана Я с вами отрезаю Нижние скелетные ветки Всего-то по одной отрезал Крупные ветки И деревья погибли А так убить их невозможно Вот Тогда у меня началось прозрение У деревьев лишь скелетных веток нет Все это сказки, дурь И только вынужденная Вынужденная, вынужденная Обрезка ради пропитания Вот она Ну а дальше что Нетронутые Да, снега не было Вы поверите Два дня до 20 градусов Жары поднималась температура Еще неделю назад Вот Но это временное явление Это во всем мире так То холодно, то жарко Вот вернулось нормальное состояние Первое апреля Это нормально Еще где-то две недели постоит Вот так Потом где-то к концу месяца Уже можно будет привать Вот Я жду, когда земля оттает Хотя бы на штык лопаты Вот Нетронутые дерн Видите Не ходил и ходить не буду По одной простой причине Это Он неприкосновенный Так же, как неприкосновенно Дерн неприкосновенный Ветки, которые нельзя резать Без особой необходимости Вот Фактически я гублю деревья Молодое дерево Под названием Медовое Посмотрите, что я с ним натворил Вот это правильная обрезка Остается 4-5 почек Остальное все срезается И К сожалению К сожалению Даже это опасно для дерева Вот Что еще Интересного Значит В этом Саду Не используются Ядохимикаты Только яблони Немножко поражаются Тлей Так И слева Кругноголовые Оренклоды Остальные Вообще Тлей здесь нет Не было и не будет По той причине Что одно из самых главных Страшных Явлений Это Так называемая Обрезка на кольцо Оно было выдавано В 19 веке Бездомно перенесено В 20-21 И Вот та же фаина Роскошные плоды Да На 100 грамм Вот Не дай вам Боже Если бы на ней Были бы Полностью Выпилены ветки Заподлицо Не дай Боже И тогда бы Вот этой оборотки Чтобы не было бы Вот Не было бы Посмотрите Видите Что творится Вот Ну и еще что И так перекапывать почку нельзя Почву Этот сад не поливается Вот Он экспериментальный Надо чтобы все выжило Но он все равно не думает Погибать даже Без Смотрите Вот это маточное дерево Уже с 3-го года С него срезаны черенки Вот Почему? Потому что Я полностью Отказался Нет Тот кто Утверждает Что в этом возрасте Дереве еще Не сложилось Полностью Не устаканилось Его геном Вот Пускай он будет прав Но когда говорят Оу Надо ветки брать Только со взрослых деревьев Вот Смотрите Что же я могу сделать Вот взрослое дерево Вот оно Ну-ка Найдите хоть одну ветку На прививку Вот У самого Неба Но масякатор Туда не достает Раз Два Три Четыре Пять веток Можно срезать Вот и все А пять веток Мне мало Вот Если взять следующий Абрикос Я боюсь Что тут Эти Ну-ка Вон Есть ветки Вон они Но они уже Под самым небом Это примерно Высота Третьего этажа Если смотреть Вот сюда Вот сюда Видите Получается Что я Сначала От безысходности Начал отрезать Ой Начал отрезать Ветки Солдых деревьев Мол Они еще Не устаканились Это Геном А потом подумал Да Посмотрю Что будет А получилось Следующее Да Действительно Разброс большой Почему Мало того Что Здесь Влияние соседей Что такое Влияние соседей Это когда Взяли Один из этих деревьев То ли от стыда То ли от чего Взял и покраснел Перед этим Желтые плоды А стали ярко-красные Даже багрово-красные Вот Я не мог найти Другой причины Это дикарис Гор Все католинские Это от Бродского Не мог придумать Другой причины Как Вот эти Самые Абрикосы В частности Абрикос Амур Ярко-красный Не могу ничего Придумать Как Влияние Соседа Амура То есть Это уже Явление Ксении Это явление Когда Передается Попадает Наследственность Без зачатия Или с неполным Зачатием Но организм Уже перестраивается У Уже не у донора А уже Его Этого самого Ну назовем мамой И вот Теперь остается Сказать следующее Значит В саду Дикарей не бывает А раз Они начинают Окультуриваться Это явление Которым Я уже успел Воспользоваться И у меня Получалось так Каждое Следующее поколение Я уже Про плоды Становилось Немножко другим А часто Даже немножко Вообще другим Непонятным Все поперепуталось Курдюмов Который побывал У меня в саду Вот В отчаянии Сказал И написал Железов Упразднил Упразднил Поздравляю Поздравляю Кого надо Поздравлять Дураков А из нашей Всей садовой России Из миллионов Датчиков Делали дураками Вот Все это Только ради рекламы Вот Только ради рекламы Я еще раз Я еще раз подойду Сейчас я выберу Делая Тысячу за тысячей Прививок Вот И с этой почки Она должна была Стать Тут например Особенно При улучшенной Нет Не при улучшенной Капулировке А при Например Акулировке Можно Брать любую почку Так Фактически И берется Для того Чтобы вырастить Саженец А потом Часть саженца Перестает расти Почему А она Генетически Не может расти Вот посмотрите Ни одна ветка Не повторяется Да Вот Вот эта веточка Вот она Вот она Она выросла Из почки Ей тут 40 сантиметров 30-40 сантиметров Она выросла Из почки Вот Сможет она Дальше расти Сможет Но Она в следующий раз Даст уже Прирост 10 сантиметров Потом 5 И все И теперь представим себе Что вот начиная Отсюда Отсюда За несколько лет Вырастет метровое дерево А люди Этого не знают Первые Этот самый Аккуратненькие Саженцы Все Почкой привиты Одинаковые А рост Потом Прекращается Вот так вот Ну что Еще раз Днем дурака Днем дурака Каким я был Вспоминаю Примерно До Третьего Тысячелетия Вот Поэтому Я тоже Себя Поздравляю С этим Днем Пусть Бывшим Но Дураком Пусть Дураком Но Бывшим До свидания Друзья Вот Приехал Посмотреть Зеленый сад Снять Это кино Вот здесь Вот Если бы У нас была бы Настоящая наука Посмотрите Сюда Вот Глядите Вот Это Видите Вот Это Видите Вот Вот Сюда Еще Потрачу Немножко Времени Вот Сюда Сюда Чуда Будем Прислонить Вот Эта Ветка Вот Эта Ветка Вот Вот Она Эта Ветка Вот она будет сожжена эта ветка дерева сейчас покажу с этого дерева предыдущий хозяин когда купил у меня саженцы вот они выросли стали вот такими вот вот такими вот как это да которая дала то ли то 100 то ли 200 ведет за последние где-то так 10-15 лет вот и такое же дерево коров под снегом пень вот он пень видите вот эта ветка связана с него это тоже королевский абрикос вот есть цены вообще нет я срезал лежат это у меня ждут когда их купят но уже время выходит европе уже вообще весна вот а наука спит вот а там уже другое там дураков нет это самое как сказали бы мои земляки нема дурных заниматься еще этой работой вот живем же спокойно цену нихрена не платит что мы будем на это что мы будем напрягаться вот так и сложилось горькая шутка предстоящих времен вот нам делают вид что платят а мы делом вид что работаем летайте вот это вот богатство просто пропадает просто пропадает вот должна была сожжена это куча но сейчас подожду когда немножко потает а а нет ждать нельзя придется сжигать включая эти уникальные ветки вот они еще покажу они прямо в глаза бросаются видели 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 вот и все это будет сожжено даже завтра послезавтра пока снег потому что потом начнет свирепствовать уже это самое как она называется правильно пожарная инспекция его и вот когда эта пожарная инспекция начнет свирепствовать вот в это время начнутся пожары потому что до сих пор требует не просто искалечить дерево отрезать все все нижние скелетные ветки проредить каждый год резать резать абрикосы нуждаются ежегодные обрезки представляете этот дурь этот ужас это я в день дурака рассказываю вот а потом сжечь собрать всю листву сжечь и полыхают эти как то в этом песне пожара горят страницы жалко песню забыл вот но эта песня гражданской войны а гражданской войне а здесь мирное время горят целые поселки горят дачные массивы только потому что до сих пор 21 веке двадцать пятый год двадцать пятый год соберите гребите сожгите сожгите и жгут ведь и что интересно инспекция блютует это тоже в день дурака говорю а здесь во все вот этой пойме реки и десея это километров а если от шанс кг с километров 30 здесь все замолакивают дымом везде горят костры из самого ценного вещей на свете еще об этом должен сказать они горят костры из с этой листвы которая была вся сгребена украдена у деревьев ее питание и и опоры и надежда и и часть экологии часть биосистемы именно листва ценнейшая вещь и как сжигают сжигают и сжигают десятки лет каждый год сейчас может меньше из-за того что боятся этих самых пожарных вот чуть меньше и все равно здесь все дымом заволакивает ужас какой-то и иногда едешь думаешь вот костер горит почему да даже если бы запретить это боялись бы инспекцию и ни одного бы не было бы этого а это все равно ведь приказано люди будут бояться сжигать но все равно приказано бы грести все из сада тихий ужас какой-то ну что еще раз днем дурака поздравляю тем кто верит интернету тем кто верит этим публикациям до сих пор ведь печатаются газеты журналов и опять это уничтожить эту эту подстилку уничтожить все что под деревьями грести 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 там якобы зимуют страшные невероятно насекомые жуткие которые уничтожат дерево вот эта глупость из глупостей величайшая она до сих пор ну ладно ждем дурака